Семья – самое дорогое, что есть в жизни человека. Она – опора и поддержка. Храм теплоты. Такого же мнения придерживается и супружеская пара Шатуха. Участники парада колясок две ночи собирали танк. Идея появилась у мамы, а папа, как настоящий глава семьи, воплотил задуманное в реальность. Костюмы на военную тематику как раз висели под рукой. Интернет, высмотрели, где-то что-то нашли, коробки взяли. Нашли главного механика в танк, который будет им сегодня управлять. Парад колясок в 2021-м собрал десятки участников. Фантазия родителей не ограничена. Здесь и кареты скорой помощи, и пожарные машины, и даже сельхозтехника. С молодежного парка тематическая колонна проследовала до площадки перед Дворцом искусств. У нас недавно был праздник, 9 мая. Дочка видела парад и очень захотела поучаствовать в такой же форме. В форме победы. Фестиваль семейного отдыха проводится в городе не в первый раз. Но именно в этом году он становится частью регионального форума «Белорусская семья. Чера, сегодня, завтра». Бобруйск создает для гостей и жителей города уникальную возможность коснуться важной темы со всех сторон. На улице перед Дворцом искусств масштабная развлекательная площадка. Внутри тематические дискуссии. Сегодня очень много интересных площадок проходит здесь. И очень хочется, чтобы сюда приходили люди со своими семьями и со своими детьми. Потому что вот они, замечательные примеры. Живого уголка, искусство, которое есть, краеведческого музея. Вот каких-то спортивных мероприятий, спортивных секций. Но аппарат колясок – это будущее. Среди спикеров – замминистра труда и социальной защиты. Валерий Ковальков обсуждает со слушателями тему заботы о пожилых родителях, важность семейных ценностей и их положительное влияние на развитие государства. Подтверждение слов, статистика. С ней не поспоришь. Я полагаю, что это первый наш такой форум «Семья. Вчера, сегодня, завтра». Но мы планируем, что он будет проходить ежегодно, в преддверии именно Дня семьи. И будем выбирать регионы и надеемся, что мы сможем объехать всю республику Беларусь. За соседней дверью не менее интересный диалог. Формирование культуры и навыков ответственного родителя. Специальный гость – Таня Радачай. Представитель ЮНИСЕФ со своей темой сразу находит отклик в сердцах слушателей. В Бобруське я впервые, однако уже вижу, что здесь очень прекрасные люди, приятный и красивый город. И в целом в Беларуси я испытываю очень теплое отношение к себе. Надеюсь, будучи в своей должности, смогу оказывать больше поддержки и помощи белорусским детям. Важные темы затрагивают и в других частях города. Епископ Бобруський и Быховский Серафим посещает Центр поддержки семьи, материнства и детства покрова. В разговоре затрагивают влияние веры на духовно-нравственное воспитание и на становление личности, а также сохранение традиционных ценностей. Среди гостей – 16 семейных пар. Ежегодно этот центр проводит вот такое важное мероприятие, форум «Счастье в детях». Такое прекрасное, на мой взгляд, название – «Счастье в детях». Потому что без детей счастья полного, наверное, можно сказать, трудно в жизни достичь. Вишенкой на торте становится праздничный концерт. На сцену помимо выдающихся бобруйских коллективов выходят и приезжие спикеры. Каждый от всего сердца поздравляет гостей с праздником. Но главные триумфаторы – ювеляры. В этот день самый большой кусок праздничного торта получают шесть пар. Они отмечают 50 лет совместной жизни. История семьи Аркадьевых началась еще задолго до похода под венец. Маленькие Галя и Женя познакомились на школьной линейке. Встречаться стали в Ульяновске. Тогда Евгений поступил в военное училище, а Галина – в пединститут. Прошедшие годы пара вспоминает с улыбкой. В школе такого понимания, что мы нравимся друг другу, быть не было. А там как-то они, два одноклассника, вместе поступили в училище. Я училась в институте. Пришли они, я с подружками, он с товарищем. Ну вот, закрутилась, завертелась. 20 февраля 1971-го Аркадьевы узаконили отношения. Позже уехали на Дальний Восток. На тот момент у них подрастал сын, а в последующем родилась дочь. Сейчас семейство радует внук и три внучки. А еще – кот Гриша. Жизнь без домашнего питомца, признаются хозяева, была бы скучна. Я за эти годы так прирос, можно сказать, и душой, и сердцем, что я даже не представляю, как мог бы я жить один. Понимаете? У нас всю жизнь, в принципе, решались все вопросы мирно. Она с полуслова меня понимает. Я ее понимаю. Аркадьевы – счастливая пара. Они любят выезжать на природу, ходить за грибами. Галина вышивает картины крестиком, а ее супруг в 71 играет на гитаре и учит испанский. За их плечами шесть переездов в разные города России. Также они успели пожить в Германии. Однако в 1984-м переехали в Бобруйск. Приехали в Заслоново. Недели две, наверное, вызывают в Минск. Уехал. А тут уже извещение пришло. Пришел контейнер. Нужно, значит, получать, разгружать. И звонок из Минска. Не спеши разгружать, переводят в Бобруйск. Этот международный день в нашей стране отмечают более двух с половиной миллионов семей. Кто-то счастлив в браке всего пару лет, а кто-то уже полвека. Но у каждого в сердце горит огонек любви. Как говорится, и в горе, и в радости. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Максим Галеонко, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.